Чеченские студенты провели флешмоб, посвященный выборам президента России. В посольстве Индии презентовали инвестиционный потенциал Орловской области. В Северной Корее провели день посадки деревьев. В Московском ГУМе завершили гуляния по случаю Китайского Нового Года. Власти Индонезии обещают очистить самую загрязненную в мире реку. В Чеченской Республике провели флешмоб, посвященный приближающимся выборам президента России. 4 тысячи студентов Чеченского государственного университета с разноцветными шарами выстроились так, чтобы получились российский флаг и бюллетень голосования. Кроме того, в ВУЗе провели мероприятие под названием «Простая встреча». Учащиеся пообщались с известными людьми. В беседе участвовали депутаты Госдумы и известные спортсмены. Студенты задавали интересующие их вопросы о выборах и ситуации в стране. Целью диалога организаторы назвали повышение уровня гражданского самосознания молодых людей. Взаимодействие на региональном уровне – актуальный политический тренд. В Москве состоялись переговоры о развитии сотрудничества между Орловской областью и Индией. Ранее, в 2016 году, регион подписал шесть соглашений с азиатской страной. Это были так называемые соглашения о намерениях между бизнесменами Индии и Орловской области. В этот раз обсуждение шло на официальном уровне. Глава Орловской области Андрей Клычков и посол Индии Панкач Саран определили сферы будущего взаимодействия. Это машиностроительное оборудование, металлургия, информационные технологии, сельское хозяйство, а также пищевая, текстильная и фармацевтическая промышленность. Кроме того, стороны договорились расширять сотрудничество в сфере культуры, образования и гуманитарного обмена. Расширение сотрудничества в регионах сейчас очень важная часть индийской политики в отношении России. Сегодня состоялся первый раунд переговоров с Орловской областью. Это очень важно, потому что мы обсудили конкретные идеи. И важно также то, что у Индии и Орловской области уже есть ряд совместных проектов, которые дают положительные результаты. В 2016 году внешнеторговый оборот Орловской области с Индией составил 1,9 миллиона долларов. В 2017 он вырос более чем на 42% и достиг 2 миллионов 700 тысяч долларов. При этом экспорт увеличился на 50%, до 2 миллионов долларов, а импортные операции выросли почти на 29%. Из Орловской области в Индию поставлялись электрическое оборудование и газоалкогольные напитки. Из Индии ввозились шины и покрышки, электрическое оборудование, инструменты и аппараты оптические и другие товары. Сейчас в Орловской области работает несколько индийских предприятий. Есть и совместные проекты. Завод «Научприбор» и индийская компания «Дэнша» планируют запустить производство досмотровых сканеров. Оборудование уже прошло успешное тестирование в аэропорту Дели. Ряд орловских компаний работает в Индии. Так, освещение на улицах столицы и близлежащих городов было создано орловским предприятием «Пумас». Несколько лет назад компания открыла филиал в Дели, а недавно запустила полноценное производство. Алиса Климантович, Павел Чуков, Гордея Верьянов. Новости Большой Азии. В Пхеньяне в начале марта с лопатами и саженцами можно увидеть не только садоводов. В это время в Северной Корее отмечают национальный день посадки деревьев. Традицию заложил еще лидер нации Ким Ир Сен. 2 марта 1946 года он посадил в центре столицы Магнолио. С тех пор в этот день в стране высаживают сотни тысяч деревьев, а праздник стал ежегодным. Китайский Новый год – это хорошее настроение, позитивные, веселые эмоции и, конечно же, традиционный фольклор поднебесный. Вот это, например, символ китайского Нового года – лев. И встретить такого к большой удаче. Яркие впечатления и большая удача поджидали всех желающих уже у знаменитого фонтана Гума. С самого начала китайского Нового года в главном магазине столицы показывали шоу, основным элементом которого стали красочные танцы. Танцы бывают не только тематические, но и боевые. Группа китайских артистов выступила с мечами Дао, продемонстрировав при этом чудеса акробатики. Постановщик боевых танцев, режиссер пекинского телевидения Сиони Инь, заверила, что публика с удовольствием не только смотрит шоу, но и интересуется необычной атрибутикой поднебесной, начиная от подвесных китайских фонариков и заканчивая традиционными музыкальными инструментами. Я думаю, что москвичам нравится шоу, потому что именно мы привезли его в столицу. Горожанам интересно все. Мы постарались передать настоящую китайскую атмосферу праздника. Кстати, о музыке. В коридорах Гума были слышны мягкие восточные звуки пипы и гуджена, на которых играли китайские артисты. Считается, что эти щепковые инструменты пришли в Китай из Центральной Азии. Дата Китайского Нового Года каждый раз меняется и зависит от зимнего новолуния. Символ наступившего года 4716-го по восточному календарю – желтая земляная собака. Илья Залевский, Сергей Новиков, Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Возможно, это самая амбициозная уборка в мире. Власти Индонезии обещают очистить от мусора одну из наиболее загрязненных на планете рек – Читару. Река, которая начинается в западной Яве и впадает в море недалеко от столицы Джакарты, питает сотни тысяч гектаров рисовых полей и три электростанции. Вдоль берегов находится множество фабрик. Они сбрасывают в воду химические отходы. В ней отмечается опасно высокое содержание свинца, железа, алюминия и марганца. А между тем, от реки зависит жизнь 28 миллионов человек. В феврале президент страны Джока Видода посетил западную Яву. Он пообещал очистить Читарум и заявил, что через семь лет вода из реки будет пригодна для питья. Субтитры создавал DimaTorzok